Это на самом деле это не кактус, это разновидность агам. Существует около 600 видов разновидности агам. И вот это широколистное называется магея. Из листьев этого магея изготавливали папирус, а его и изготавливать не надо. Вот это сердцевина, которая росла в центре. Вот есть нетронутые кактусы, вернее агавы. Мы видим там пика в центре. И вот если срезать эту сердцевину, мы увидим вложенный один-другой лист, который можно отделить. И вот если отделяешь этот лист, то с одной и другой стороны можно отделить бумагу. Папирус, сама природа изготовила индейца. Нифига себе! Посмотрите, на нем все что угодно можно написать, возьмите себе на память. Но только он, когда высыхает, он в трубочку скручивается. Для того, чтобы в выпрямленном виде был лист бумаги, его закладывали между камнями. Ну, между, допустим, стеклом. Чтобы не скручиваться, когда высыхает. Высох, да. А вот это было мыло индейца. Мыло индейца в мякоть агавовая намылится. Но этот лист уже подсох. А вообще, если свежесрезанный лист, он действительно мылится. Кроме того, весь... Кроме того, посмотрите. Вся мякоть пронизана вот такими нитями. Одну нить... Ух ты, они твердые. Одну еще разорвешь. Несколько возьмешь. Никогда не разорвешь их. До того, как начали изготавливать синтетические нити, нить агавы была самой прочной, натуральной и по сей день самая. Это самая прочная, натуральная нить в природе. Корабельные снасти, канаты ткали и изготавливали канаты и ткали паруса на корабли из нити агавы. И индейцы, вот такие вот там станок, видите, вот индейцы, они изготавливали и по сей день ткут вот эти сарапы из нити агавы. Но если из чистой нити агавы, это будет жесткая ткань, то с добавлением шерсти и хлопака она смягчается. А вот посмотрите. А джинсы из них делали? Нет. Посмотрите, вот это и есть агавовая фиброклетчатка, вот это вот эти нити агавы. Паречок можно сделать? Мочалки натуральные, начиненные агавовые тоже. Спинку-то потереть. Мочалки они. Они долго играющие, да? Ну это вечная мочалка. Вечная? Да. Ну я не знаю, сколько она лет будет, чтобы стереть. Мне нравится, классно. Мы потом купим. Потом, да, а не потом. Я дам сейчас свободное время, и вы посмотрите. А теперь посмотрите, как индейские женщины шили. Ходит дикая собака. Шили. Это гибрид такой получился. Вы посмотрите. Крошолис Кынтлик. Да, я в Крусах. Смешалась. Смешалась. А все вот эти собаки европейского вида, к которым мы привыкли, они же с Европы были привезены. Здесь не было других собак, кроме каких-то гибридов. Там вот такая, белка дайвина черная. Индейская женщина шила иголочкой с ниточкой. Вы посмотрите, как в нашем фильме брюки превращаются, брюки превращаются в легантые шорты. А здесь кончик иголочка листа агавы превращается в иголочку с ниточкой. О, супер. Можем быть. Естественным путем. Алена, сшейте рубашечку любимому. Супер. Это подарок? Подарок. Функционально. Класс. Вот так вот и шили индейские женщины. Примитивно, но функционально. А мы это голову ломаем, как они шили. А у нас воно. Самое главное, как же они шили. Срезал в бакушку кактусы и все. А теперь, так, кактусовая... А, подождите. Самое главное, когда срезаешь сердцевину, вот этим скребком они выгребают мякоть. И там образуется чаша, в которую собирается сок агавовый. Два литра в день сока. С него потом таки. С листа. Собирается, нет, со всего кактуса, со всего этого растения. Туда собирается сок два литра в день. В течение двух месяцев, пока полностью не усыхает это растение. Обалдеть. И вот этот сок, его не пьют. Это этот кактус. Только сок превращается в процессе ферментации. Слабо алкогольный агавовый напиток. Брага такая мексиканская, как у нас медовуха на Руси. Здесь был напиток пульки. И пульки мы попробуем потом внутри. Вот такой кактус.